Осень – красивейшая пора, когда всё вокруг покрывается золотом солнца. Но не секрет, что с приходом осеннего похолодания и дождей закономерно растёт количество острых респираторных вирусных инфекций. COVID-19 и грипп являются респираторными заболеваниями, и одновременно заражение двумя этими заболеваниями возможно. Нужно сказать, конечно же, как в стране сейчас значительный подъём. Во-первых, вирусных инфекций. Обычно осенью у нас всегда бывает подъём респираторных заболеваний. Но помимо респираторных заболеваний сейчас ещё и очень серьёзные коронавирусные инфекции. Если в начале года у нас были больные только взрослые, детей мы никого не регистрировали коронавирусной инфекцией, то вот сейчас, во второй половине года, особенно в осенний период, у нас уже появились дети с коронавирусной инфекцией. Но чаще всего коронавирусная инфекция у детей – это семейные. Взрослые заболевают, и дети также высевают COVID-19. Нужно сказать, что всё-таки дети, вот что у нас по детской консультации у участковых врачей находятся до 5-4-6 детей под наблюдением с высевыми. Только контактные, но с высевой коронавирусной инфекцией. Вот буквально сегодня на приёме был ребёнок. Он просидел матери, сначала у матери. Заболел первый ребёнок. Заболел. Проверили. Оказалось, высел коронавирусную инфекцию. У матери тоже проверили, начихало, кашляло. Не было ничего. А затем в конце выздоровления ребёнка у матери высели корону. Вот сейчас она проходит лечение. Но, правда, повторный вызов буквально вчерашний уже тоже отрицательный. Так что иногда и первично заболевают даже дети. Сейчас немало в садиках и в школе сажают. Это сам директор может делать, согласно наших санитарных требований, на карантины. Вот сегодня кончился карантин в школе, в одной из школ, в садике. Потому что много детей просто вирусной инфекции и больше 25-30% отсутствующих детей. Ну и наша Попова говорила, это главный санитарный наш врач Российской Федерации, да, закрывают на карантины. Но что сказать, что тяжело болеют дети вирусной инфекцией. Гриппа не было. Не регистрировали мы грипп в этот период. В основном среднее и легкое течение болезней у наших детей. А коронавирусное тоже в основном идет как легкое. Ну вот у нас в больнице открыли отделение для госпитализации с коронавирусной инфекцией. Здесь госпитализируются взрослые и дети, даже семьями, полная семья с высевым коронавирусной инфекцией. Но в основном легкие и средние тяжести. Тяжелых больных в нашем детском отделении, которое перепрофилировано под коронавирусное отделение, не было. Если ухудшается состояние, то больных отправляют. Два или три человека были отправлены в Кострому. Каждый день поступают. Вчера, например, тоже поступило около семи человек в отделение с подозрением на корону. Ну и потом есть такое постановление, что выси на корону и возрастной состав 65 и старше стараются госпитализировать и лечить. Но самое-то основное, вот у нас в отделении в основном лежат те взрослые люди, которые не сделали прививку от короны. Ну вот если вы смотрите телевизор, особенно сегодня мне понравилось. Тяжелейшее состояние в реанимации. Только-только вышла с искусственной вентиляцией легких. Возрастной человек, два выступали, говорили. Да. Спрашивает врач, сделали ли вы прививку? Она говорит, нет, не делала. А почему? Ну вот видите, вроде как считала, что это не нужно. Думаю, что обойдет эта болезнь меня. А сейчас всем скажу, это ее слова были, и второй мужчина, всем скажу. Вот телевизор меня смотрит, кто, чтобы обязательно делали прививку от коронавирусной инфекции. Потому что прививка от коронавирусной инфекции, она же предупреждает, можно заболеть. Но самое основное, это осложнение. Осложнение тяжелейшее, особенно пневмонии легких. По 60-70% поражение легких при коронавирусной инфекции. А особенно в возрастном периоде. И поэтому прививки всем надо. Но вообще-то нужно, чтобы коллектив был здоровым, не менее 80-90%. Ну и вот Попова, наш главный санитарный врач России, говорит, да, 80% это немного, лучше 90%. А еще лучше, если весь коллектив прививается. Противопоказания, конечно, есть противопоказания. Но в основном даже вот сейчас чуть... Главное, чтобы не было температуры и не было обострений всех хронических, которые есть у человека, хронические заболевания. А так прививку делать можно. Вот тоже сейчас немножко остановлюсь на прививках от гриппа среди детского населения. Вот я сама ходила в школу, в первую школу ходила. Потом была в пятой школе. Была в наших техникумах, железнодорожного транспорта, градостроительства и в Буки. Да. И вы представляете, очень мало прививается от гриппа. Причем дети уже возрастные. То есть им после 15 лет можно самим давать добро на прививку. Но не разрешают родителей. Вот буквально сегодня, сегодня прием большой, с утра был. Приходила, все с матерями. Почему не дали? Я всех опросила, потому что в школах была и шли как раз такие вот школьные. Особенно из первой, из пятой школы. Почему не дали разрешения? Да я не знаю. Вон соседка сказала, что после прививки бывают осложнения. Но вот удивительное дело и удивительное сознание наших родителей, взрослых людей, даже по отношению к детям. Нет, я сама не прививаюсь, говорит она. Не прививаю и детей. У соседки было осложнение. А может и у меня будет. Вот видите, насколько великое понятие, что ли. Но говорят, что медики не доходят до населения. Если уж каждый, наверное, в каждом доме есть телевизор, радио может нет. По несколько раз в день выступают наши медики. В других областях медики говорят именно об обязанности привиться от коронавирусной и точно так же среди детей и взрослых от гриппа. Потому что особенно в этом году прививка от гриппа, она среди детей ультракса, значит, трехкомпонентная. И причем ученые наши говорят, что она в какой-то степени предупреждает заражение и от коронавирусной инфекции. Потому что стимулирует имеющийся в организме иммунитет. И этим защищаются. А самое основное, опять-таки, все наши врачи и санитарные врачи, и наши лечебники говорят, нужно помимо прививки, нужно обязательно еще защищать себя. То есть соблюдать дистанцию. И самое главное, обязательно носить маски. Причем маски носить на носах обязательно, особенно в общественных местах. Но вы видите, сейчас все-таки кое-какие ограничения уже наш губернатор области тоже вводит ограничения, чтобы во все общественные места, вернее, могут общественные места поступать только те люди, которые имеют прививки. Так что мое заключение в том, чтобы, если наши боевляне слушают румянцеву Клавдии Михайловны, чтобы прививались обязательно и от коронавирусной инфекции, и от гриппа. Вот, например, конкретный мой личный пример. Я переболела коронавирусной инфекцией, да. И через 6 месяцев я полностью сделала прививку и от COVID-19 двукратная.